Приветствую коллеги! Сегодня у нас среда и как обычно в этот день еженедельная передача Московская феносреда, посвященная сезонным изменениям, которые происходят в природе Московского края на текущей неделе. Ну а у нас в Московском крае идет весна и она прежде всего чувствуется по дневным положительным температурам, солнышко уже прогревает, ну и кроме того также чувствуется по достаточно сильно увеличивающейся долготе дня, то есть день стал очень светлым и скоро будет у нас уже и весеннее равноденствие буквально там через почти меньше чем через 10 дней наступит и соответственно день будет равен ночи и настоящий момент долгота светового дня составляет около 12 часов, почти 12 часов. Ну и солнце у нас восходит сейчас около пол седьмого утра, а заходит соответственно пол седьмого, почти пол седьмого вечера, вот так вот. Ну и да, долгота около 12 часов. Ну кроме того также луна у нас сейчас очень хорошо видна, она почти полная и полнолуние наступит 18 марта. Ну и после этого она уже будет умешаться, сейчас ее очень хорошо видно и фактически видимостью в темное время суток она почти все время видна. Очень красиво, сейчас тем более ясное небо, поэтому можно посмотреть. Ну что касается весны, то несмотря на то, что сейчас вроде бы такие теплые дни и действительно солнышко, весна идет действительно, но немножечко ее такой ход затормозился в силу того, что сейчас стали холодными очень ночи и казалось, что вот марта он такой примет эстафету февраля и с каждым днем будет все теплее и теплее становиться, но однако же, как говорится, не тут-то было и в итоге, в итоге, соответственно, немножко притормозило с наступлением весны и в особенности за счет ночных подмораживаний, там примерно с 8 до сегодняшнего дня, да, вот с 8 числа до сегодняшнего дня. Ночи довольно холодно, иногда температура достигает даже 10 градусов и ниже опускалась, ну сейчас чуть-чуть стала подниматься, даже ночная температура, но зато днем, конечно, становится довольно-таки тепло. Ну, однако, несмотря на то, что кажется, как будто бы, как говорится, что-то весна как-то не очень теплая, но при этом температура, средняя температура, она на самом деле выше многолетних значений, примерно на 2-3 градуса. Вот, ну, правда, в последние, вот когда стало такое большое подмораживание, немножечко все-таки температура уравнялась в пределах нормы, но все равно в целом, в общем-то, на самом деле не так уж все и плохо. То есть весна, в принципе, идет примерно по своим климатическим нормам. Единственное, конечно, в этом месяце очень мало осадков, да, кто-то, если заметил, вот в феврале, например, да, помните, там почти практически каждый день выпадал снег, иногда метели прям были с дождем часто, иногда даже дожди шли прям, когда температура в месяцах была достаточно теплой, то есть прям почти каждый день. А вот в марте, наоборот, картина другая, в этом месяце выпало меньше 1 сантиметра осадков, представляете? То есть совсем немного, буквально там полмиллиметра. Вот. Поэтому в этом смысле этот месяц, он такой, фактически, пока идет на рекорды, такой, пока еще марта не было настолько сухого, но и другой стороны, пока еще месяц не закончился, мы не знаем, что будет дальше с осадками, но вот пока, по крайней мере, он такой самый, можно сказать, засушливый, да, месяц именно, что касается осадков. Ну, а так, конечно, потихонечку сугроба оседает, хотя и, конечно, просадка, она приостановилась, и сейчас высота снега в Москве составляет примерно около 20 сантиметров в некоторых местах. Ну, где-то, например, скажем, в центре города снега еще меньше на Балчуге, там где-то в районе 14-15 сантиметров. Ну, с другой стороны, в Подмосковье, там снег, конечно, обычно традиционно больше, и в некоторых местах его высота составляет 30 сантиметров и больше, особенно на востоке области. Ну, в последующие дни снег будет все больше проседать, потому что ожидается потепление, вот, и в последующие дни температура будет достигать днем, ну, по расчетам, примерно 5-8 градусов, может быть, даже иногда и выше, и снег будет активно таять. Вообще, по расчетам, снег должен сойти в третьей декаде марта, то есть до конца марта, ну, а как будет на самом деле, конечно, сказать сложно, но, скорее всего, вполне возможно так и случится. То есть, где-то к апрелю, через полмесяца примерно, снег должен полностью сойти. Ну, будем смотреть. Пока, в принципе, весна в целом неплохо идет. Может быть, не совсем бурная, но идет пока неплохо. Теперь давайте сделаем обзор сделанных уголков Бабушкинского района. Вот мы все, в принципе, основные уголки мы обошли. Поэтому, наверное, теперь можно сделать и заключение по этим уголкам. Итак, в этом районе нет никаких парков. Но зато, кстати, Бабушкинский парк, я напомню, знаменитый достаточно, он находится теперь в Лосиноостровском районе. Но это вот такие новые районирования. Видите, здесь как раз граница проходит по улице Минжинского. И дальше вот как раз по другую сторону этой улицы находится вот этот Бабушкинский парк. Но это уже Лосиноостровский район. Но когда-то находился в Бабушкинском районе, но это в советское время. Когда вот другие были районы, районов были намного больше. И здесь был Бабушкинский район и Бабушкинский парк. Но теперь такая вот ситуация. Значит, что касается зеленых уголков именно конкретно Бабушкинского района, вот этого в современных границах, то здесь есть скверы. И есть территория для отдыха по левому берегу реки Яуз. Итак, тут есть четыре главных сквера. То есть это сквер знаки Зодиака, такой довольно интересный, необычный для Москвы. Находится около метро Свиблова. Вот между Новым Берингом проездом и вот этой Енисейской улицей. Вот это вот сквер знаки Зодиака. Ну, небольшой такой скверик есть около непосредственно метро, но это так уж совсем маленький. Ну, вот главное это вот этот. Дальше достаточно большой такой и широкий сквер находится на Верхоянской улице. Вот она, да, между промзоной Северянин. И непосредственно вот проезжей частью Верхоянской улицы и жилыми кварталами. То есть вот этот сквер. Ну, есть такие совсем уж маленькие скверики. Вот они, видите, один, два. Это вот между улицей Летчика Бабушкина, здесь Анадорским проездом. И здесь как раз улицы тоже Летчика Бабушкина. И улица Коминтерна. Но они и здесь тоже еще маленький такой скверик между Изумрудной и Бабушкина. Но они такие уж совсем маленькие. В принципе, конечно, ну, можно и по ним погулять. Ну, уж совсем прям фитюлишные, да. Совсем все просвечивающие. Вот. Ну, такие все-таки более-менее главные. Это, конечно, вот эта по Верхоянской улице. И вот этот вот сквер, который проходит по улице Искры. Вот эта вот улица Искры. И дальше еще здесь вот между улицей Искры и улицей Чичерина. Да, то есть вот здесь вот. И здесь вот его пересекает тоже Енисейская улица. То есть вот от Летчика Бабушкина. И дальше вот сюда вот фактически до Яуза. Почти до Яуза доходит. То есть, вот Искры и вот здесь вот еще Чечерина, после перещения с Енисейской улицы. Вот такой сквер. Ну, он, по сути, один как бы такой идет, да, то есть, вот, в принципе, но условно его можно разделять, его как Енисейская улица, вот и все. А так, по сути, такой вот большой сквер. Здесь его еще называют Красная дорожка, ну, по покрытию как бы, да, но улица Искры, все вот такое красное, да. То есть, вот такой вот скверик. Ну, и, соответственно, конечно, самая главная территория для отдыха, это, конечно, река Яуза. И здесь вот такие вот идут, ну, надо сказать, скверами, да. Ну, а по сути, просто такое пространство для отдыха вдоль, вот как раз мы вчера гуляли, я показывал, да, это вот Аланецкий проезд у нас здесь. А это Чукотский проезд, вот Чукотский, а вот это Аланецкий. И вот, соответственно, между вот этой проезжей частью, да, вот этих проездов и вот рекой Яузы, которая здесь протекает, левый берег туда в сторону Москвы реки течет Яуза. Вот, и здесь как раз вот проходят такие вот дорожки проложенные. Ну, мы вчера видели, да, всякие детские спортивные площадки, скамеек достаточно много, смотровые есть площадки, вот разные беседки иногда есть такие как бы декоративные. Ну, то есть, вот здесь есть вот мосточки всякие такие вот, да, все, что касается такого вот отдыха. Это, конечно, самая главная территория для отдыха именно в Бабушкинском районе. То есть, она находится именно на реке Яуз. То есть, более-менее такой полноценный отдых, это, конечно, вам тогда сюда, на реку Яузу, вот, ехать вот как раз сюда. Ну, начать можно, в принципе, откуда угодно. И можно, наверное, удобнее до метро Бабушкинска доехать дальше здесь по улице Минжинского и как раз вот на Яузу попасть. Ну, скажем так, один из самых простых вариантов. Ну, можно как-то иначе построить маршрут, опять же. Но самое главное это здесь. Можно, допустим, как, например, начать, как я уже вчера и говорил, можно начать, допустим, метро Свиблова. Если хотите все уголки Бабушкинского района пройти, можно самый такой лучший путь метро Свиблова. Дальше знаки Зодиака, Верхоянская, через летчика Бабушкина выйти сюда на Искры, дальше Щечерина, выйти здесь на Яузу. И дальше идти вот вдоль Чукотского и дальше Аланецкого. И вот сюда, собственно говоря, до Осташковской улицы вот можно дойти. Так что, либо до Енисейской. Можно дальше туда продолжить уже в Северное Медведково гулять там. Но это уже, как говорится, другой район. Но если мы говорим про Бабушкинский, то вот один из маршрутов это такой. Так что, пожалуй, все, что здесь есть. Не так, не густо, конечно, да, как видим, не так уж много здесь зеленых уголков. Но все-таки, с другой стороны, ну, что-то все-таки есть. Что-то все-таки осталось, несмотря даже на всякие там благоустройства Собянинские. Но какие-то уголочки тут еще все-таки есть. Хотя, конечно, ну, не густо, да. Ну и закончим, как обычно, народным календарем. И неделя началась 14 марта. И вообще в этом уже потихонечку всегда раньше встречали весну, естественно, в это время. Радовались весне, солнцу. Но в то же время всегда была такая еще борьба, конечно, продолжалась. Да, весны, зимой, остаточные явления. Вот. И, в общем-то, конечно, всегда ждали люди настоящего, прихода настоящего тепла. Ну, вот, старались, по крайней мере. 14 марта считали, что лед и снег в это время раздирает на клочки. 15 марта во вторник Федот Ветронос считал, что дуют сильные ветры. Вот вчера как раз, ну, кстати, ветра вчеранки их не было. Поэтому эта примета не сбылась в этом году. Ну, сегодня день 16 марта, день Евтропия, который путь торопит, да снег топит. Ну, и главным событием было пробуждение медведя. Считалось, что в этот день медведь выходит из берлоги. Завтра 17 марта, день Герасима, его считали грачевником, прилетают грачи с юга. Ну, вот. И если смотрели, как они прилетают, если они сразу начинают чинить свои гнезда и, в общем, готовятся, да, так сказать, уже гнездиться, то, соответственно, весна, она считалась, что будет скоро быстро наступит и будет такой теплый, хороший. Ну, а если, соответственно, они прилетают, потом посидят немножко и дальше снова взлетают, то никак не могут, скажем так, угнездиться на одном месте, то, значит, холода продержится еще какое-то время. В пятницу будет 18 марта, день Конона, когда было принято замачивать семена овощей, уже готовиться к посадкам, к посевам, вот уже скоро, в начале апреля, да. Ну, для этого надо, соответственно, семена подготовить и, в общем-то, уже потихонечку копать огород, удобрять грядки, то есть, скажем так, навоз туда завозить, потому что иначе, соответственно, если не удобришь грядки, их, соответственно, не подготовишь как правильно, то потом урожай будет, соответственно, небольшой. В субботу будет 18 марта и говорили, что в этот день прилетают белые аисты. Вот, ну, даже иногда прилетали в этот день ласточки, хотя это довольно редко. Вот, все-таки еще пока рановато. Вот, их смотрели, старались как-то их даже, как бы, привлечь в деревню, но чтобы, ну, как кричали, чтобы они быстрее прилетели, потому что считали, что ласточка, она приносит настоящую весну. Вот, ну, а если дятел стал стучать по дереву, то он, наоборот, считал, что тепло задерживается и предвещал вообще долгие холода. Вот, ну, и, наконец, 20 марта, день Павла, и считалось, что с Павла уже идет настоящая весна, но в то же время все равно еще борьба с холодом продолжается. И говорили, что крыш капает, а занос сапает. Ну, и весна непостоянная. То повеет теплом, то нагонит холоду.